а в самом начале приветы летят из этого сибирского гаража кому еще не передавал алтай тамбов курск чита узбекистан германия эстония и вообще всем привет все кто смотрите очень рад вас видеть знаете я тут обратил внимание на одну деталь бывало такое что покупаешь машину вроде как такую редкую ну думаю что редкую и тут начинаешь обращать внимание что точно такая же там модель стоит соседнем дворе каждый день там 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 увидишь что на самом деле такие машины ездят по городу в большом количестве вот это совсем другая история с февраля месяца я видел такую машину не знаю раза два наверно дорогах и оба раза это были машины такие скажем не то что потрепанной жизнью а вот если еще немножко она повреждение чуть-чуть побольше получит она просто не сможет ехать то есть по кузовным элементами имею ввиду так вот у нас в принципе тоже такой достаточно бойцовский вариант но это тот случай когда с каждой неделе автомобиль становится все лучше и лучше хотя бы вот на столичка но что-то улучшается где-то там парктроник вставил где-то что-то почистил где-то починил там клемму где-то капот стал открываться в общем помаленьку потихоньку машинка приходит в порядок и это все происходит благодаря вам вроде бы как блогер там ради лайков там все делаешь а на самом деле вот кто-то лайк поставил кто-то там репост делал кто-то просто там сказал он смотри пацан мучается там тоже привлёк какое-то внимание это создает интерес к каналу также приходят какие-то там спонсоры рекламодатели и с каждым таким кликом мышки вот эта машина становится на шажочек хоть на маленький муравейный шажочек но она ближе к какому-то состоянию хорошему когда можно сказать что тачка в порядке а сейчас небольшая рекламка и дубасик ребята спонсор этого выпуска компания 1x где самые высокие коэффициенты и быстрые выплаты заходи регистрируйся по моему промокоду и получаю приятные бонусы ссылочку ищи в закрепленном комментарии и гоу сейчас хочу поехать проверить углы установки колес он смотрите дождь нас начался только что солнце светило уже дождь и какая-то погода такая сейчас день майки день фуфайки вообще непонятно как одеваться так вот поеду сейчас на сервис который специализируется именно на сход развали просто накинуть эти датчики на колеса посмотреть то есть какое-то может какое-то одно колесо вообще именно криво и там какой-то рычаг кривой прям который на что на глаз не видно соответственно это в первую очередь я сделаю все завожу тачку и погнал наверное смотрите пока гараж закрывал уже ливень прошел уже вон солнце появляется какая вот погода переменчива в сибири посмотрите вот вот рычаг который он может гнуться но алюминий насколько гнется какая алюминий здесь я не знаю а вот этот да да он уже он меня на нем нарисовано нет он протерти чистый я мы уже здесь снизу не он мыть из но ничем не менее не он блестит не именно вон видите написано 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 контракт иметь на то есть здесь зависит от рычагов а этого не это от развала вот вот этот развал может быть да и вот этот может быть перед назад здесь и балка может быть любой штук может быть я не знаю только по идее шаровая все убитая можно тоже будет шар вы если разобьется не настолько уйдет это сильно много учесть 050 это почти градус а кастер это вот тоже тоже этот рычаг за кастер отвечает ну за кастер много чего может балка может быть он может быть вся балка уходила тут развал регулируется если если они крутятся вот эти эксцентрики он развал регулируется сзади ну вроде тут ни на что бы ржавые тоже тут алюминий все здесь ржавчины не бывает надо понять откуда рога растут а вы не распечатаете ждет эти пары это у меня мощный сфотографировать вы поспрашиваете а вот этот рычаг может быть бывает что другой модели может они короткой длины и вообще просто свои мысли говорю а не конкретно вашу машину методом только этот очень дорого она вот так никто вам не скажет что это тот рычаг или ступица или вот если мне в своей жизни скажешь что купишь я сразу скажу нет не куплю я столько с ним учился не не ходовка ничего только электронами электрониками я мучил а у вас какая была 3 3 газовал сильно катался в таджикистане ага тройку я покупал мощная на трехлитровая да не трехлитрового 1 и 8 но он летал как угорел у нас дороги хороший но сейчас все да бэмв с бэмв завязали получается я не могу на рынок его загнать чтобы продать его потому что он вот так трепещит газуешь работает а как-то на холостом ходу вот так на руль криво получается тоже вот ему его его может быть они не смогли открутить какую-то сторону тяги например да тягу и она сместилась с одной стороны отрегулировать это второй вариант удар был его не могли и него не отрегулировать так и продали потому что схождение кассы развал наручную вот когда кольцо попадает и сразу руль в сторону уходит если куда-то что-то уходит то это руль выставить ничего страшного его можно выставить вот так делаешь фиксируешь через тягиваю спу выводишь может быть это колесо будет на месте а вот так колесо которая была она во внутрь вот есть вопросы по развалу переднего правого колеса и по кастер переднего правого колеса то есть колесо ушло немного назад и колесо завалено то есть она должна стоять как бы домиком немного а оно стоит более прямо так скажем вот так же задние колеса также немножко завален чуть-чуть Вот такую зарядочку я приобрел, зацените, 1700 рублей стоило, достаточно недорого, очень важно, что пусковая функция есть, что я могу включать зажигание, когда машина на зарядке, могу даже заводить, крутить стартером, вот, и ей ничего не будет, это очень важно. Но в процессе поиска зарядки для этой машины выяснился один нюанс, что здесь стоит аккумулятор АГМ, а для них зарядки немного отличаются, стоят они минимум в два раза дороже, чем вот это. Основное отличие в вольтаже зарядки, аккумулятору АГМ нужен меньший вольтаж зарядки, то есть если здесь 14,8 минимум у нас идет, то по разным источникам для АГМа нужно от 13,4 до 14,8, ну это самый максимум, но оптимально, как я понял, чуть больше 14 вольт. Чтобы не покупать дорогую специализированную зарядку, я решил немножко доработать эту, и сейчас покажу вам как. Вот я немного тут подразобрал, и у нас получается за вот этой панелькой скрываются два, как они называются, подстроечные резисторы, кажется. Две крутилочки, в общем, по-русски говоря, две крутилочки. Смотрите, этой крутилочкой можно отрегулировать напряжение. Ну, соответственно, ставим где-то 14,4, я думаю, это в самый раз. И если просверлились эти отверстия в этой панельке, то, в принципе, можно регулировать эти параметры в любой удобный момент без разбора устройства. Такой вот лайфхак тоже можно сказать. Смотрите, отверстие сделал, как и хотел, теперь вольтаж зарядки можно менять, не разбирая корпус. Это очень удобно. Надеюсь, кому-то из вас эта информация в дальнейшем пригодится. Ребят, когда я выложил ролик с диагностикой ходовой, где там мастера раскачивают машину, там смотрят неисправности, многие мне посоветовали заехать на вибростенд. Напомню, на той диагностике забраковали кучу сайлентблоков сзади, и спереди получается один сайлентблок на рычаге с левой стороны. После того случая я уже заезжал на диагностику в гаражный автосервис, как и хотел. Из того, что влияет на сход-развал, мне там забраковали правую рулевую тягу и крестовинку на рулевом валу. То есть ничего не повторилось. И вот сейчас я отправляюсь на вибростенд, на диагностику. Ни разу даже на видео не видел, как это вообще происходит, как это выглядит. Очень интересно. Ну и, соответственно, вам все покажу. Вибростенд – это на самом деле народное такое название. На самом деле это целая диагностическая линия. Ну и там, возможно, разные модели какие-то бывают. Она состоит из нескольких компонентов. Роликовый тормозной стенд. Стенд проверки амортизаторов с автоматическим взвешиванием. Каждого колеса отдельно. Ну и, соответственно, осей всего автомобиля. Стенд проверки увода автомобиля в сторону. Измеритель усилия на тормозной педали. Ну и люфт-детектор. По итогу дается достаточно подробные отчеты, где указывается вес машины, вес по осям, вес каждого колеса. Мне, кстати, было бы интересно Мазочку туда загнать свою. Сколько она весит? Просто по разным данным от 600 кг, 800 кг. Хотелось бы поточнее, так сказать, узнать. Ну вот и все. Посмотрели ходулю. Спереди оба рычага под замену. На одном, на левом рычаге сайлентблок разбит, на правом рычаге шаровая. И речка побрякивает, но вроде как можно подтянуть будет. Можно будет попробовать подтянуть. У спецов, которые по рейкам занимаются. Хотя я не знаю, там вроде просто гаечка или болтик. Может, самому попробовать. Сзади все нормально, сзади только глушак, а редуктор бьет. Конечно, удивительно, что практически во всех трех местах как-то по-разному диагностика прошла. У нас, вот видите, дождь идет в Новосибирь. Второй день. Такая погодка лондонская прям. Градусов, наверное, 15. А я напоминаю, что веду свой видеоблог из Новосибирска. Это достаточно крупный такой город. Третий по величине в стране нашей большой. Численность где-то миллион семьсот. Но иногда я вот так смотрю на улицы города. Вот посмотрите, сколько нас. Так вот, иногда смотрю на улицы, и мне кажется, что у нас уже миллион восемьсот. Ну, это здорово, что город развивается, растет. Такая просьба, ребят, напишите вообще, кто с какого города и сколько у вас населения. Очень интересно вообще, сколько в вашем городе или в вашем населенном пункте даже, в любом, там, село, ПГТ, там, любое вообще, что возможно. Смотрите, друзья, по деталью прикинул цены. Рычаги, хороший дубликат, лимфедор, стоят по шесть с половиной тысяч рублей. Рычаги новые, китайские, стоят оба рычага, в общем, четыре тысячи рублей, причем даже в наличии, не на заказ. Есть вариант с восстановлением шаровые и замена сайлентблока, перепрессовка. То есть восстановление от тысячи, там, до трех, я так понял, в разных конторах по-разному. Я предлагаю нам всем вместе выбрать вообще, какой вариант предпочтительней, так как вы тоже собирали денежку на ремонт ходовой. Давайте напишите в комментариях, что, как лучше. Я понимаю, что лучше сразу новый оригинал, там, и вообще новую машину сразу купить. Ну, как рациональнее будет использовать денежные средства, которые мы собрали, я напомню, это чуть больше пяти тысяч рублей. Ну, и плюс мои копейки, конечно. Всем большое спасибо за просмотр, что досмотрели до конца. В следующем видео, если все пойдет по плану, покажу замену глушителя, покажу, наверное, замену рычагов, ну, или что мы там с вами порешаем, как с ними быть. Всем успехов, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok